Добрый день всем еще раз, кого я еще не приветствовала. Я постараюсь вам максимально понятно рассказать о том, как можно создать успешный и эффективный социальный проект, который получит финансирование. Как уже сказали, я являюсь действующим фондрайзером и также я являюсь автором онлайн-курса по созданию успешных и эффективных социальных проектов и прошлым руководителем проекта «Школа НКО. Путь к успеху», о котором я расскажу позже. Следующий слайд, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Следующий слайд, пожалуйста. За исключением того, что проблема является социальной, то есть она затрагивает и влияет на людей и по мнению значительного числа людей требует коллективных усилий по ее разрешению. Именно поэтому мы так долго сегодня обсуждали и работали над вашими планами. Помимо этого, у социального проекта всегда есть благополучатели, то есть его рецепиенты, те, кто извлекает непосредственную пользу из него. И социальный эффект – это благоприятные изменения, которые наступают в результате реализации социального проекта. Следующий слайд, пожалуйста. И для того, чтобы привлекать средства на социальные проекты, есть даже особый вид деятельности, который называется фандрайзинг. Я упомянула здесь на этом слайде всего лишь несколько направлений фандрайзинга, их гораздо больше. Но вот, к примеру, первое направление – это краудфандинг или народное финансирование. Это привлечение средств на социальные проекты, на специальных интернет-площадках. Планета.ру является одним из наиболее известных таких ресурсов. Пожертвования частных лиц доступны для некоммерческих организаций, которые осуществляют регулярную деятельность по поддержке уязвимых категорий населения. Это могут быть дети с различными заболеваниями, это могут быть дети-сироты, это могут быть инициативы по поддержке бездомных и так далее. Также это могут быть совместные проекты с другими НКО или бизнесом, благотворительные аукционы и балы, фандрайзинговые акции, приуроченные к различным поводам, и гранты и субсидии – это то, с чем будете иметь дело вы тогда, когда мы закончим наше сегодняшнее мероприятие. Их преимущество заключается в том, что в перспективе с помощью этих механизмов можно привлечь достаточно крупные средства на реализацию социальных проектов. И пример Яна Кожана является тому свидетельством. Следующий слайд. А также, что немаловажно, всегда при создании социального проекта нужно помнить о критериях успеха. Как правило, эти критерии прописаны в положениях к тому или иному конкурсу, на который вы подаете ваш проект. Я буду говорить о критериях успеха, которые применяет фонд президентских грантов. Почему? Они достаточно непростые, но если вы будете ваш проект ориентировать на них, то с достаточно высокой долей вероятности ваш проект будет успешен. Следующий слайд. И здесь я хотела бы немного познакомить вас с тем, что именно вам нужно будет писать в разделах заявки, и кратко можно будет об этом говорить уже в ваших презентациях. На примере школы НКО «Путь к успеху», который получил финансирование в 2018 году у фонда президентских грантов. Я была его руководителем, создателем и тренером этого проекта. Так уж получилось. И первый критерий успеха, на который я хотела бы обратить ваше внимание в контексте этого примера, это актуальность и социальная значимость проекта. Это один из наиболее основных разделов заявки, то, с чего все начинается. И здесь вы должны описать настоящую ситуацию, используя факты, иллюстрирующие ситуацию наиболее подробно. И в этом проекте была следующая ситуация. В городе Екатеринбурге действовали более тысячи социально ориентированных организаций. 54 из них регулярно подавали заявки на конкурсы администрации города Екатеринбурга. В рамках проведения их конкурсов. При этом 30 из этих организаций вообще не получали финансирование ни из каких других источников. И поэтому их все характеризовала слабая финансовая устойчивость. И, по сути, отсутствие возможности привлечения дополнительного финансирования на их деятельность. Вследствие нехватки информации о конкурсах и недостаточных компетенциях по подготовке этих заявок. Следующий слайд. Исходя из вот этого описания актуальной ситуации, я сформулировала цель этого проекта. Она звучала таким образом. Способствовать профессионализации и развитию финансовой устойчивости некоммерческих организаций города Екатеринбурга. И здесь мы уже имеем дело со вторым критерием успеха. Это логическая связность и реализуемость проекта. Соответствие мероприятий проекта, его целям, задачам и ожидаемым результатам. Все задачи к данному проекту, они направлены на достижение цели. Так, первая задача заключается в следующем. Оказать информационную, консультационную и методическую поддержку 25 организациям. Как вы видите, задача сформулирована достаточно конкретно. По направлению планирования деятельности некоммерческих организаций на 1-2 года вперед. Задача вторая звучала таким образом. Оказать такую же поддержку 25 некоммерческим организациям по теме социальное проектирование и написанию заявок на получение финансирования в конкурсах для некоммерческих организаций регионального и федерального уровней. Третья задача звучала таким образом. Оказать поддержку 25 некоммерческим организациям города Екатеринбурга по направлению «Отчетность грантодателям и государственным организациям, предоставляющим субсидии из регионального и федерального бюджета на реализацию социально значимых проектов». Следующий слайд. Спасибо. И каждая из этих задач соответствовала два мероприятия. Первая задача соответствовала семинар по планированию и консультации по планированию. Второй задача соответствовала семинар по социальному проектированию и консультации по подготовке заявок. А третий – семинар по отчетности и консультации, соответственно, по отчетности. И мы все еще имеем дело с критерием логической связности. обратите внимание. Следующий слайд, пожалуйста. И здесь мы уже обращаемся к результатам, которые являются следствием реализации вышеупомянутых мероприятий. И, конечно же, эти результаты соответствуют заявленной цели. Так, количественные результаты у нас звучали таким образом. 25 некоммерческих организаций получили поддержку в рамках проекта, а качественные таким. 5 из 25 этих некоммерческих организаций получили финансирование на реализацию своих проектов на сумму не менее полутора миллионов рублей и приступили к реализации социальных проектов в направлениях релевантных их деятельности. Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, развитие творческих способностей у детей, поддержка людей и детей с ОВЗ и так далее. Надо сказать, что в реальности проект превзошел ожидания, и 8 некоммерческих организаций получили финансирование на свою деятельность в размере 10,5 миллионов рублей. Ну, по сути, это был грандиозный результат для такого маленького проекта, который сам стоил 394 тысячи. Следующий слайд. Спасибо. И здесь я хотела бы обратить ваше внимание еще на несколько критериев. Успеха уже более кратко, но все же я о них немножко расскажу. Третий критерий – это инновационность и уникальность проекта. Попробуйте, пожалуйста, сделать ваши проекты в чем-то уникальными. Да, безусловно, они, скорее всего, будут повторять то, что уже есть, но попробуйте заложить в них изюминку грантодателям. Как правило, это нравится, и у многих из них даже есть такой пункт, который называется, вернее, рекомендация, которая звучит следующим образом. В чем ваш проект является инновационным? Какое инновационное решение он предлагает? Следующие два пункта, они имеют отношение к бюджету. Первый звучит таким образом. Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость этих результатов. И второй – это реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта. Взвесьте, пожалуйста, какие расходы вам необходимы для реализации ваших проектов. Подумайте, как вы сможете их обосновать и обоснуйте для того, чтобы грантодатель понимал в данном случае благотворительный фонд системы, для чего вам необходимы эти расходы. Следующий слайд, пожалуйста. Масштаб реализации проектов в вашем случае пока не очень важен, но здесь вы можете подумать о том, каким образом в будущем в случае успеха вы сможете реплицировать ваш проект, то есть повторить ваш успех на другой, например, территории, либо расширить его охват благополучателей. Собственный вклад или софинансирование. Здесь нужно обратить внимание на то, что у вас уже есть для реализации данного проекта и кого вы можете пригласить в качестве партнеров. Партнеры могут внести самый разный вклад. Это может быть денежный вклад, это может быть участие знаниями, это может быть информационная поддержка или организационная. Имейте, пожалуйста, в виду всех тех, кто в начале первого дня говорил вам о том, что он вам эту поддержку готов оказать. И да, важно, чтобы опыт и компетенции вашей команды соответствовали планируемой деятельности проекта. Обратите внимание на ваши сильные стороны, на те компетенции, которые уже есть. И если, например, вы понимаете, что каких-то компетенций вашей команде не хватает, пожалуйста, может быть, вы бросите клич в группу и привлечете кого-то из других участников. Может быть, вы среди своих друзей поищите того, кто обладает необходимыми компетенциями. Это очень важно. И информационная открытость организации. Планируйте себе, пожалуйста, освещение ваших проектов либо в социальных сетях ваших, либо создавайте группы в социальных сетях для ваших проектов. Может быть, даже сайт небольшой. И планируйте публикации в СМИ. Во-первых, это поможет зафиксировать ваш успех. И помимо этого вы расскажете о том, какие социальные изменения ваш проект принесет или принес, если вы будете делать эти публикации уже в конце проекта. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, подытожим. Тогда, когда вы сформировали план, начинайте проверять логику проекта. Следующий слайд. Все составляющие проекта должны плавно вытекать одни из других. Эта презентация будет вам выслана. Вы сможете обратиться к примерам и критериям успеха. Следующий слайд. То есть все должно быть максимально взаимосвязано, и ресурсы должны быть направлены и собственные, и привлеченные на достижение количественных и качественных результатов. Анна, вы сейчас хотите задать вопрос? Следующий слайд. Давайте после презентации. Хорошо. И уделите, пожалуйста, особое внимание об основании социальной значимости вашего проекта. А сейчас, пожалуйста, прямо сейчас задумайтесь о проблемах, которые вы решаете, и напишите мне в чат, каким образом вы можете подтвердить социальную значимость вашего проекта, где вы можете получить доказательства того, что эта проблема действительно существует, а не придумана вами. Самые разные варианты. Предлагайте, пожалуйста. И потом я резюмирую. Мы подождем 1-2 минутки. Не стесняйтесь. Где вы можете взять информацию, которую вы напишите в разделе об основании социальной значимости проекта? Окей. Если это сложно, смотрите. На самом деле, если знать источники, то... Следующий слайд, пожалуйста, покажите. То все действительно просто. Это могут быть устные опросы вашей целевой аудитории. То есть если это проект по сортировке мусора, то вы можете опросить жителей близлежащих районов, либо просто прохожих на улицах этого района. Вы можете провести анкетирование в Google формах, если вы работаете с каким-то определенным учреждением. Это может быть коммуникация с заинтересованными лицами, вашими партнерами, различными ведомствами. Это могут быть какие-то статистические данные, открытые. Это могут быть мнения экспертов, исследования, данные в СМИ, например, по той же проблеме закрязнения города Кургана. Вы можете посмотреть статистику, либо информацию в средствах массовой информации. Следующий слайд, пожалуйста. И на примере проекта профилактика жестокого обращения и насилия в отношении детей в городе Верхняя Салда, который был реализован «Оно семья детям» с 2015 по 2019 годы. Это была большая дорогостоящая программа, в рамках которой мы проводили предварительное исследование. Мы проводили глубинные интервью с нашими потенциальными благополучателями, детьми, родителями и специалистами школ и детских садов. Потом мы проводили сплошное анкетирование в начальном, среднем и старшем звеньях школы для того, чтобы понять, с какими проблемами касательно жестокого обращения они сталкиваются. И мы также активно взаимодействовали с социально-реабилитационным центром Верхнесалдинского района, специалисты которого работают с наиболее неблагополучными категориями населения. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, мы движемся к концу. Когда вы составите план, распределите, пожалуйста, роли между вами, основываясь на сильных ваших сторонах. Если у кого-то из вас есть достаточно сильные организационные способности, именно он может стать руководителем проекта. Как говорила Ирина, он обязательно должен быть, и именно на нем будет ответственность. Если вы одарены в техническом отношении, то вы можете принять непосредственное участие в разработке приложения, если ваш проект про приложение. Дальше, пожалуйста. И сейчас я хочу вас на некоторое время погрузить в будущее. Представьте, что вы получили финансирование. С одной стороны, здесь, наверное, начинается самое интересное, самая, скажем так, движуха, но при этом здесь вы, правда, наделяетесь огромной ответственностью, потому что вам выделяются деньги, и от вас ожидают получить результат. Следующий слайд, пожалуйста. Поэтому соблюдайте сроки договоренности, следуйте планы мероприятий, которые у вас есть, и если у вас возникают какие-то изменения, либо вы сталкиваетесь с непредвиденными обстоятельствами, согласуйте, пожалуйста, эти изменения с вашим гранатодателем. Он будет вам за это благодарен, и вам будет легче подготовить отчетность, о которой я скажу чуть позже. И, конечно же, при реализации проекта обязательно ориентируйтесь на результат. Прямо держите перед собой описание вашего проекта, потому что в этом случае вы с высокой долей вероятности придете именно к этим результатам. Следующий слайд, пожалуйста. Отчетность. Для того, чтобы хорошо отчитаться, собирайте, пожалуйста, всю документацию. Я имею в виду не только финансовую, хотя чеки товарные и кассовые, первичные бухгалтерские документы, конечно, они необходимы. Заключайте, пожалуйста, договоры с вашими подрядчиками, субподрядчиками, с лицами, с которыми вы работаете. Фиксируйте в письменной форме описание ваших мероприятий. Не надейтесь на вашу память, она вам не поможет к концу реализации проекта, потому что детали могут сглаживаться. И, конечно же, делайте фотографии и снимайте видео наиболее значимых и интересных моментов, которыми вы сами сможете поделиться и в соцсетях, и в публикациях сми, и затем предоставить в качестве иллюстрации вашему грантодателю. Почему я об этом здесь говорю и почему это важно? От того, как вы отчитаетесь перед донором или грантодателем, иначе говоря, будет зависеть ваша репутация и то, получите ли вы финансирование на подобные проекты в будущем. И это важно для вас, как для, скажем так, лидера проекта и для членов команды, которые нацелены на дальнейший успех и победы. Следующий слайд. На этом все. Я благодарю вас за ваше время. Надеюсь, что информация не была слишком сложной. Возвращайтесь к формулировкам, обращайте на них внимание. Буду рада продолжить с вами работу дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!